Полтора года колонии, 15 тысяч штрафа. Такой вердикт суда по нашумевшему делу о похищении собаки-поводыря у незрячей певицы. Виктория Павленко признана виновной в краже с причинением значительного ущерба. Столь сурового приговора, похоже, не ожидала даже сторона обвинения. На прямую связь от Гагаринского суда выходит наш корреспондент Дмитрий Блиников. Дмитрий, здравствуйте. Какова первая реакция на приговор и собирается ли сторона защиты его обжаловать? Да, Николай, Гагаринский районный суд Москвы сегодня наконец поставил точку в этом действительно громком уголовном деле. Викторию Павленко, которую обвиняли в краже служебной собаки-поводыря у слепой москвички, суд признал виновной. Во время оглашения приговора Павленко выглядело очень напряженной, что неудивительно, учитывая, что накануне гособвинение попросило назначить ей наказание в виде двух лет лишения свободы. И неусловно, а в колонии общего режима. Последние месяцы Павленко находилась дома, находилась под домашним арестом. Вину свою так и не признала, но суд, изучив несколько томов этого действительно непростого уголовного дела, принял решение. Я предлагаю послушать, какое именно. Признать Павленко Викторию Александровну виновной в совершении преступления, присмотр на пунктовой части 3 ст. 158 УК РФ и назначить ей наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания с проектной колонии общего режима со штрафом в размере 15 тысяч рублей. Не просили условно. Суд решил по-другому. Нужно бы посидим пока толпой. Судье виднее, я считаю. Вы считаете, что наказание справедливым? А я считаю, что суду виднее, чем мне. Я напомню, эта история произошла летом. Инвалид по зрению Юлия Дьякова подрабатывала пением в подземном переходе у метро «Профсоюзная». Рядом была ее собака-поводырь. Потерпевшая заявила, что в какой-то момент почувствовала резкий рывок поводка. Начала звать собаку. Таня откликалась. Пришлось обратиться в полицию. Дело вызвало очень большой резонанс. Подключился даже Следственный комитет России. По подозрению в краже задержали столичного юриста Викторию Павленко. На записях камер видеонаблюдения было видно, что она подходила к уличной певице. С другой камерой можно было разглядеть, как Павленко уже выходит с собакой в город. Поводыря позже нашли в одном из приютов. Оказалось, что пес успел сменить за это время нескольких владельцев. Подсудимая утверждала, что собаку не украла, а подобрала как бездомную в переходе. Но следователи засомневались, если действительно заметила беспризорного пса, почему тогда не обратилась к дежурившим поблизости полицейским. И зачем после этого отвезла ее в Подмосковье. По версии следствия, на самом деле целью Павленко было похитить собаку, чтобы потом перепродать. Цена поводыря для слепых доходит до полумиллиона рублей. В итоге суд встал на сторону обвинения и приговорил Викторию Павленко к полутора годам заключения. Адвокат осужденный заявил, что обязательно будет обжаловать это решение суда. Николай. Спасибо, Дмитрий. О вердикте суда по делу о краже собаки Паводыря сообщил Дмитрий Блиников.